Сказал то, что хотели услышать. Новый спикер Рады Украины высказался за введение визового режима с Россией. Андрея Порубе заставили ответить на вопрос, нужно ли разрывать дипломатические отношения с Россией. Напряжение в студии было великое. Поначалу он хотел увильнуть от ответа. По крайней мере, такое впечатление создавалось. Просил дать ему хотя бы минутку, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. Тогда ведущий предложил высказать, пускай даже не официальную, но хотя бы личную позицию. Молчать было совсем неудобно, и он сказал, по всей видимости, то, что хотели услышать эксперты и зрители студии. Правда, на всякий случай. Все-таки оговорился, чтобы потом было куда отступать. Как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, выступая за инициативу введения визового режима с Российской Федерацией. Это была моя позиция, и она остается такой. Я считаю, что это тот путь, который мы должны пройти. Но эта мера должна получить экспертную оценку дипломатов и юристов, с которыми я буду советоваться и приму решение только после этого. Давайте сейчас это обсудим с политологом, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорем Шатровым. Игорь Владимирович, приветствую вас. Но большая разница ведь между разрывом дипломатических отношений и введением визового режима. Правильно я понимаю? Добрый день. Ну, конечно, огромная разница. Но, тем не менее, так как развиваются события на Украине, можно предполагать, что вслед за введением визового режима и разрыв дипломатических отношений также возможен. Ну, а почему как будто бы неудобно было господину Порубию в эфире? Ведь он до этого еще в феврале говорил о том, что он за введение визового режима. Вместе с депутатами там они законопроект даже писали. Присматривается к новому месту. Он еще не уверенно себя чувствует в этой должности. И, соответственно, он еще не знает, как себя надо вести. Не получил соответствующих установок, не получил соответствующих команд. Порубий, на самом деле, находится в лагере ястребов. И, соответственно, определенными западными центрами управляется именно как ястреб. Он так позиционируется. Вот как сейчас должны себе вести ястребы на Украине, видимо, не очень ясно тем кукловодам, которые управляют украинским политическим театром. Поэтому такие легкие сомнения. Ну, а с другой стороны, я думаю, что Порубий именно для этого и оказался на новой должности. Для того, чтобы ястребиная, что ли, такая воинственная часть политикума украинского была представлена. И в случае чего можно было найти объяснение некоторым поступкам, заявлениям. Ведь такой человек возглавляет такой орган. Пока робко это очень получается. Но подождем, может быть, все-таки разнарядка придет. Игорь Владимирович, а что изменится, если действительно будет введен визовый режим? Какие требования они могут к нам предъявить Украина? Ну нет, визовый режим-то у нас существует с огромным количеством стран, в частности, со всеми европейскими государствами. Я думаю, выходить за рамки и какие-то особые требования никакая Украина нам не будет выставлять. Но, тем не менее, это просто усложнит общение граждан, общение родственников. Все-таки с Украиной связывают огромное число россиян. Просто родственные связи, даже не дружеские. И, соответственно, я думаю, что вот именно для того, чтобы создать неудобства россиянам, для того, чтобы они подействовали на свою власть, на свое правительство, эту идею и пропагандируют введение визового режима некоторые политические деятели Украины. Но забывают или не забывают, а просто закрывают глаза на то, что те же самые проблемы возникнут и у украинцев. Потому что и они родственники россиян. Но, в общем-то, о своем народе киевским властям, у киевских властей не принято думать. А насколько сильно изменится и политическая ситуация, и экономическая? Ну, к экономике это имеет относительное, такое весьма косвенное отношение. Но, в то же время, если уменьшатся перевозки, связи, транспортное сообщение будет деградировать, да, пассажирское сообщение будет деградировать, то, наверное, каким-то образом это отразится и на экономике. Конечно, вначале пропадают личные связи, а потом уже и такие рабочие, рабочие экономические связи также пропадают. Ведь если люди не общаются, не дружат, то они не могут торговать. Торговля – это форма дружбы. Ну, и о разрыве дипломатических отношений. Вообще, насколько это возможно? Вот последнее мартовское заявление, например, Порошенко, он говорил, что Рада этот законопроект не поддержит, и вообще давайте не будем обсуждать. И якобы он к этому никакого отношения не имеет, хотя это идея блока Петра Порошенко. Ну, Порошенко подталкивают к более тесным переговорам с Россией, с Путиным. И даже Владимир Владимирович Путин вчера на прямой линии сказал о неких договоренностях, которые в последнее время достигнуты с Порошенко, в частности по ситуации в Донбассе. Но в то же время Рада используется как некий такой инструмент, на который всегда можно сослаться, объяснив свои непоследовательные действия тем, что вот у нас Рада, которая представляет вроде бы интересы украинцев, имеет другую точку зрения. Я думаю, что перспективы ухудшения отношений со сменой политических фигур на таком небосклоне, что ли, украинском, присутствуют. Несмотря на то, что Гройсман наименее, наверное, наименее экстремистски настроен, но он будет заниматься экономикой, внутренними делами, а Рада всегда подыгрывала или наоборот пыталась идти впереди Порошенко в плане политики, в плане внешней политики. Если такие заявления будут делаться все более и более жесткие с трибуны Верховной Рады, я думаю, ни о каком улучшении отношений речи быть не может. Посмотрим, Игорь Владимирович, будем наблюдать за господином Порубим. В новой должности благодарю вас с политологом Игорем Шатровым обсудили инициативу в Киеве вести визовый режим с нашей страной.